Всем привет! Меня зовут Нейна Гни, 11 лет. Я учусь в Лиллску. Недавно мы рисовали очень интересную тему, сказки и сказочные существа. И сегодня я покажу, как нарисовать вот такого красноцветного петушка. Итак, начинаем. Я беру квадратный листочек акварельной бумаги. Бумага должна быть плотной. Я использую бумагу Палаццо Рыбачка. Наш петушок состоит из двух частей. Сначала в левой части листа мы рисуем вот такое яйцо. Это тело нашего петушка. А в правой части листа мы рисуем примерно такого же размера круг. Это хвост. Вот так. Теперь мы уточняем линии и прорисовываем головку нашему петушку. Рисуем большую красивую грудку, которую наш петушок браво выставил вперед. гордую спинку. и намечаем ножки. Ножки у нас состоят из двух частей. Первая часть это вот такая пушистая голень. А вторая часть это сама ножка. Не забываем про шпоры. Рисуем заднюю ножку. Вот так. Рисуем два передних пальчика. Задний и еще один, который находится в тени и его не видно. Вот так. Теперь прорисовываем хвостик. Стираем нижнюю часть нашего круга. Соединяем хвост с туловищем и прорисовываем пёрышки с острыми кончиками. Вот так. Сначала они толстенькие, а потом становятся совсем узенькими и маленькими. Теперь рисуем второе пёрышко. Стараемся, чтобы кончики пёрышек были примерно на одной линии. Третье. И четвертое, совсем маленькое. Теперь рисуем перья, которые находятся за ними. Вот так. Теперь мы рисуем клювик и гребешок. Под клювиком мы рисуем серёжку. И сразу намечаем овальный глазик. Наш глазик будет чёрным, поэтому я сразу рисую блик. Вот так. Теперь рисуем крылышко. Вот так. Пёрышки. Вот так. Теперь мы намечаем землю. Вот таким полукругом. Не сильно. Вот так. Карандашный рисунок мы закончили. Теперь мы берём кисточку, чистую водичку и акварельные краски. Хорошенечко смачиваем кисточку водой. Для начала я беру нежно-голубой цвет и раскрашиваю голову нашему петушку. Добавляю много воды. Главное следить, чтобы кисточка не пересыхала. Смачиваю нижнюю границу нашей головки, потому что потом мы сделаем очень красивые цветовые переливы. Теперь я беру ярко-голубой и раскрашиваю клювик. Вот так, чтобы клювик слегка растёкся по нашей голове. Мою кисточку. Беру светло-зелёный цвет. Чтобы получился очень красивый оттенок, можно взять зелёный и смешать его с жёлтым. И раскрашиваю петушку-грудку. Добавляю чуть-чуть воды на границу между головкой и грудкой. Вот так. Теперь я беру фиолетовый цвет. Если в наборе его у вас нет, можно смешать синий и красный. Красный лучше всего брать малиновый. Вот такой тёмно-фиолетовый у меня получился. И опять добавляю воды, чтобы краски красиво смешались. Вот так. Теперь я беру красный цвет. Можно даже взять красно-оранжевый. И раскрашиваю ножку, которая находится ближе к нам. Здесь внизу у меня краска уже высохла, поэтому лучше не добиваться вот такого переливчатого эффекта, а просто оставить как есть. хотя я всё-таки добавлю немного зелёного. Вот так. Теперь, поскольку наша голубая головка уже высохла, я беру тёмно-красный оттенок. Для этого нужно смешать малиновый и коричневый. поворачиваю работу и раскрашиваю гребешок. Я беру тот же самый цвет и добавляю ещё чуть-чуть по краям, чтобы создать очень красивый эффект света и тени. Раскрашиваю серёжку. И снова переворачиваю работу. Теперь я возьму тёмно-синий и раскрашиваю заднюю ножку. Тело нашего петушка мы пока закончили. Теперь приступаем к хвостику. Я беру ярко-голубой цвет, такой же, как для клювика. И раскрашиваю самое большое перо. Теперь этим же цветом я раскрашиваю ещё несколько перышек. и попали на Jade. Теперь я беру красный цвет. Добавлю еще зеленого. Добавлю еще зеленый цвет. Хорошенько мою кисточку и добавляю оранжевого и желтого. Вот так. Теперь наше туловище уже высохло. Я беру красный цвет и раскрашиваю крылышко. Добавляю чуть-чуть тень на перышки. Вот так. И раскрашиваю желтым ножки петуха. Даже немного оранжеватым. Вот так. Хорошенько мою кисточку. Теперь я беру черный цвет, переворачиваю работу и раскрашиваю глазик. При этом блик я оставляю белым. Делаю тень на клювике. И ставлю маленькую-маленькую точечку. Это будет ноздря. Вот так. Теперь я беру еще ярко-зеленый цвет и добавляю вот таких декоративных штришков. Если у вас получились какие-то не очень красивые пятна, их сейчас можно закрыть с помощью таких штришков. Вот так. Добавлю еще зеленого на хвост. Как тень. П 1-1-1-2-1-3-1-2-3-1-2-1-2-4-1-1-2-3-2-3-3-1-2-1-1-2-3-4-1-1-2-3-5-4-1-2-1-1-2-3-1-2. Продолжение следует... Теперь я беру темно-синий. Вот так. Теперь я беру чуть-чуть серого цвета и делаю вот такие маленькие полосочки на нашей земле. Вот так. Не забудьте выложить ваши работы с хэштегом Lil School. Проходите по ссылке, записывайтесь, рисуйте с нами. Ждем вас! Продолжение следует... Продолжение следует...